Некрайдзе Берусит Я прочитаю на русском сразу У меня перевод немножко другой Не как в синодальном Прошло два года, и фараону приснился сон Будто бы стоит он над Нилом Будто бы стоит он над Нилом А из Нила выходит семь коров Красивые, упитанные Они пасутся в прибежных зарослях Следом выходят из Нила другие семь коров Хилые и тощие И становятся с ними рядом И вот эти хилые и тощие коровы съедают коров красивых и упитанных. Фараон проснулся. А когда снова уснул, то увидел другой сон. Семь колосьев выросли на одном стебле, хорошие и налитые. Следом из земли выросли семь колосьев пустых, сожженных суховеем. И вот эти пустые колосья поглотили семь налитых колосьев, полных зерном. Фараон проснулся, таков был сон его. Вазбэмчаха нахнуйдимши, Йосеф перешета халомот. И мы знаем, что в продолжении этой истории, как Йосеф интерпретировал эти сны. Вазбэмпаро самуто лимшол алколь аам. И фараон поставил его властителям над всем народом. И я хотел бы немножко другой момент затронуть. Зал сипур, как ше Ахим шел Йосеф улхим лимцраем. Я бы хотел вспомнить этот рассказ, когда братья Йосефа, они идут в Египет. Это написано в главе 42 в продолжении этой истории. Все они, кроме Бенямина, идут и спускаются в Египет. Яков любил Йосефа, и он потерял его. Вазбэнямина ахшило, мишто аува, унишара ели да ехит. И Бенямин, брат возлюбленного сына, сын той же мать или Рахель, он остался вместо Йосефа при Якове. И Яков пытается со всех сторон окружить и защитить. Он утен лоава, ушомер алла, вулем и шахрерот олешум маком. Он его любит, он хранит его, он никуда его не отпускает, он все время держит его при себе. И в 42 главе написано в 4 стихе. И в продолжении этой истории мы видим, как Йосеф... ...требует от братьев, которые пришли к нему и не узнали его, чтобы они привели с собой Бенямина. И когда они пересказывают это требование властелиной земли египетской отцу Якову, он все еще не готов его отпустить. И подумайте, он препятствует тому, чтобы весь его дом, вся его семья получила благословение. ...потому что нет еды, голод в земле хрананской. ...без того, чтобы Бенямин спустился в Египет, это благословение не придет, и они не получат еды. ...но тем не менее, отец Яков, он упрямится день за днем. ...он держится за Бенямина. ...и таким образом он препятствует тому, чтобы благословение сошло на всю семью. ...и в конце концов, когда он видит, что вообще нет никакого выхода, он вынужден его освободить. ...вы они хотели кроу бе-перек 43. ...сорок третьей главы я также хочу прочитать. ...тринадцатый стих. ...это последние слова, когда Яков понимает, что у него нет никакой другой возможности, и он отпускает Бенямина. ...берите Бенямина с собой и ступайте опять к этому человеку. Пусть Бог Всесильный сделает его милостивым к вам, чтобы он отпустил и того брата, и Бенямина. ...а что до меня? ...коль суждено мне терять детей, так значит суждено. ...вот мы видим, что в безвыходном положении он все-таки отпускает сына. ...вы охаре, что у Шахрера от Яков, мы покерим от кола сипур. ...и мы знаем, как развивалась эта история после этого. ...у кибель от Бенямин Хазара, он кибель от кола сипур назад, и он встретился, получил всех своих сыновей вернувшимися. ...в землю Каналу. ...и он получил таким образом спасение для всей своей семьи, для всех слуг и рабов. ...у кибель браха кфуля бе арбе мимаши аяк, что у язык бе Бенямин. ...он двойное благословение получил в сравнении с тем, когда он упрямился и сдерживал Бенямина. ...для чего я все это говорю? ...ки лефамим еш лану Бенямина, зашанахну макзикимбо. ...у каждого из нас иногда есть такой бенямин, за которого мы держимся. ...это что-то, что очень дорого в наших глазах. ...это что-то, что очень важно и чему мы удивляем много времени. ...это, может быть, наши дети. ...может быть, это наша работа. ...может, наша учеба. ...может, это спорт. ...спорт. ...у азешу хобби ахэр, татбив ахэр. ...мэшо, что ты мэвинь, что это хашов лихаим шинха. ...то, что тебе кажется важным для твоей жизни. ...ты действительно ценишь и ты вкладываешь усилия, время и все, что у тебя есть. ...это, с другой стороны, иногда Бог хочет взять это у тебя. ...на какой-то промежуток времени. ...это, что ты хочешь тахрер мезэ, в ташкия мабад бакиву нахэр. ...он хочет, чтобы ты выпустил это из своих рук, и чтобы ты сосредоточил свой взгляд в другом направлении. ...чтобы ты сосредоточился на нем. ...может быть, на служение ему. ...вазу и тэн лиха арбэй ютэр. ...и тогда он дает тебе гораздо больше, чем ты имел, когда ты держался за это. ...лепамим, мы мешкиим арбэй мээмэцэм, нэгид, ба-ээсэк, шэпитом этам акимуту. ...иногда мы очень много усилий вкладываем в бизнес, который мы начали. ...вэтам мэмэш рац, ахэрэйзэ, мэколэ кивоним. ...и ты пытаешься со всех сторон как-то предусмотреть все эти вещи, ...и вкладываешь усилия. ...вэтам и насэлэ шлот аля дворим, вэтаквар ло мистакел, аллилуйм. ...и ты пытаешься контролировать все, и всем владеть, и управлять, ...и ты уже не сосредотачиваешь свое внимание на Боге. ...как Яоков, он держался за бениамина и меньше смотрел на Бога. ...он уже не вспоминал те обещания, обетования от Бога, которые он получил в свое время. ...и подобные отцу нашему Якову мы, когда мы держимся за какие-то вещи, ...и мы забываем более крупные вещи, более обещания Бога. ...и вот Бог говорит, отпусти это, сосредоточься на мне. ...и я усовершу, и я восполню все, что недостает. ...ты увидишь гораздо больше благословения, чем то, чем ты владеешь сейчас. ...это очень маленькая мысль, которую я хотел поделиться с вами. ...бениамин, которого Бог хочет взять от нас, чтобы дать нам больше благословения. ...подумайте об этом. ...и уикторка.